МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Внимание, конкурс! Муравленковцы могут воплотить свои креативные идеи в жизни и выставить их на всеобщее обозрение. Молодой до ранее 14-летний боксер из Муравленка стал призером международных соревнований. И метеорный дождь. Красивое ночное зрелище. Минувшее ночью могли наблюдать жители многих районов планеты. Два врача Муравленковской городской больницы снова предстанут перед судом. Их обвиняют в совершении нескольких преступлений, связанных с подделкой документов и мошенничеством на 750 тысяч рублей. Подсудимые летом 2010 года оформили сами и руками подчиненных 56 медицинских карт на стационарных больных и выписанных из больницы воспитанников пришкольных лагерей. На самом деле дети в это время в отделении не лечились. На основании этих документов бухгалтерия больницы составила реестр оказанных услуг и представила на оплату страховую компанию. В результате страховщик выплатил медицинскому учреждению более 750 тысяч рублей. Часть страховых выплат в виде премии получили двое подсудимых. Позднее городской суд Муравленко оправдал медиков. Однако прокуратура обжаловала приговор в судебной коллегии. Вышестоящая инстанция встала на сторону обвинения, отменив оправдательный приговор. По решению суда уголовное дело врачей будет рассмотрено повторно. А вот двум полицейске мера наказания уже определена. Бывший гаишник и кадровик из ОВД по Муравленко, которые подрабатывали сутенерами, получили почти 6 лет на двоих. Как сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета, мужчины отсидят в колонии общего режима за организацию занятия проституцией с использованием своего служебного положения с угрозой применения насилия. Так, одному назначен срок 3 года 3 месяца, а второму 2 года и 6 месяцев. Ответственность ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных услуг планируют усилить. Минрегион разработал и уже вынес на общественное обсуждение проект, согласно которому ресурсники будут отвечать по всей строгости за нарушение правил предоставления коммунальных услуг и неправильный расчет платы за них. Кроме того, предложено изменить порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Еще один важный момент. В документе предлагается установить возможность ограничивать право граждан-собственников жилых помещений на совершение сделок с квартирами в случае несвоевременной платы за жилье и коммунальные услуги. Размер законной неустойки за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется увеличить. Повторюсь, пока это лишь проект закона. Будет ли он принят, покажет время. Портал ЖКХ «Ямал» собирает от жителей креативные ЖКХ-идеи, а также любопытные наблюдения и находки. Суть нового проекта в том, что каждый может разместить свои фотоснимки, на которых должны быть запечатлены интересности в области коммуналки. Главное условие – то, что изображено на фото, должно веселить, умилять или впечатлять публику. В ближайшее время на портале появится специальная рубрика под названием «Народная ЖКХ», а пока идет активный сбор материала. На портале также планируют организовать голосование за лучшую идею решения своих жилищно-коммунальных проблем. Нашему городу уже есть, что представить для участия в конкурсе. В редакцию попали фото креативных тротуаров. На фотоснимках видно, насколько творчески подошли к созданию тротуара коммунальщики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Самый долгожданный праздник для каждого муравленковца. День города и работников нефтяной и газовой промышленности в этом году будем отмечать 7 и 8 сентября. В эти дни горожан ожидают масса различных мероприятий. В их числе впервые в истории города пройдет творческий конкурс «Таежная симфония». Подробности в следующем репортаже выпуска. Основные праздничные мероприятия начнутся 6 сентября в Доме культуры Украины, где пройдет концерт с участием творческих коллективов города и церемонии награждения горожан, внесших значительный вклад в развитие муравленка. А 7 сентября организаторы праздника ждут всех в парке культуры и отдыха. Здесь помимо ставших уже традиционными мероприятий впервые пройдет фестиваль народного творчества «Таежная симфония». Бывая в разных городах, в отпусках, в командировках или просто по телевидению или из газет, мы часто видели и слышали, как в других населенных пунктах есть такие традиции городские, которые объединяют всех жителей этого населенного пункта. Например, в какой-то определенный день на городской площади где они там либо пирог какой-то общий пекут, либо там большого змея воздушного делают и запускают. Это объединяет тех, кто живет в этом населенном пункте. Хотелось создать такую же традицию и в нашем городе, то, что объединило бы нас многих здесь давно живущих или недавно приехавших. Так и родилась идея проведения «Таежной симфонии». Основная цель – объединение трудовых коллективов в едином творческом порыве. Заявиться на фестиваль могут общественные организации и отдельные семьи. Для участия предлагаются самые разнообразные формы самовыражения. Что предлагается для участия трудовым коллективам? Все, что душе угодно. Фотовыставка, декоративное творчество, какие-то театрализации и инсталляции каких-то национальных праздников, обычай, традиций, но с учетом нашего северного колорита. То есть всего того, что у нас здесь производится, произрастает, грибы, ягоды, рыба, мясо и так далее. То есть если это уральские пельмени, то как они могут быть с нашим северным колоритом? Целенины, да. Если это царская уха, то есть той рыбы, которая растет, то есть водится у нас здесь в городе Муравленко. Хорошо, если все это будет сопровождаться оригинальными костюмами, песнями и просто праздничным настроением. В общем, креативность приветствуется. Фестиваль носит заявительный характер. Заявки принимают в Управлении культуры. Победителям приготовили символичные подарки – наборы для отдыха на природе. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В «Газпром» нефть Муравленко. Решение экологических вопросов ставят на первое место. На предприятии проводят экологические мониторинги состояния природной среды на всей территории деятельности. Берутся пробы почвы, воды, воздуха и, как показывают последние исследования, все показатели в пределах нормы. Эрнест Бавшин расскажет подробно о том, как на предприятии заботятся о сохранении природы. Принцип экологической безопасности – один из основополагающих деятельностей компании «Газпромнефть», уверяют муравленковские нефтяники. Начальник отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды Управления производственной безопасности «Газпромнефть» Муравленко Виолетта Сафарова отмечает – защиту природы на предприятии поддерживают реальными делами. «Наше российское природоохранное законодательство требует выполнения локального экологического мониторинга на всей территории деятельности нефтегазодобывающих предприятий. И филиал «Газпромнефть» Муравленко строго соблюдает эти требования. В 2012 году мы проводили локальный экологический мониторинг на 9 месторождениях, а в 2013 году на всех 17 лицензионных участках филиала мы проводим локальный экологический мониторинг, отбираем пробы воды, почвы, донных отложений, атмосферного воздуха, на различные химические и загрязняющие вещества. Затем эти данные сравниваем с фоновыми значениями». При превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на предприятии проводят комплекс корректирующих мероприятий. Но пока, как уверяют экологи, все в пределах нормы. Помогают предприятию осуществлять мониторинг окружающей среды сотрудники Московской автономной независимой организации «Экотерра». «Мы с ними сотрудничаем с 2009 года. Кроме локального экологического мониторинга, они нам еще проводят мониторинг прилегающих объектов размещения отходов на прилегающих землях. Это тоже требование нашего природоохранного законодательства». В «Газпромнефть-Муравленко» есть три полигона отходов, которые обслуживают подрядные организации. На них отбираются пробы воздуха и грунтовых вод из специальных наблюдательных скважин. При превышении уровня загрязнения проводят корректировку состояния компонентов окружающей среды. Особое внимание уделяется на предприятии выбросом в атмосферу. Эти показатели контролирует Федеральное учреждение Центр лабораторного анализа и технических изменений по Уральскому федеральному округу. По заключению экспертов, эти показатели также находятся в пределах нормы. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Муравленковский восьмиклассник завоевал серебро в чемпионате Европы по боксу среди школьников, который проходил в ирландском Дублине. Сейчас спортсмен вернулся в родной город и начал подготовку к новым состязаниям. С юным призером и его тренером встретилась Татьяна Сорокина. 86 боев и лишь 4 поражения. Второе место для самого спортсмена – неудача. Мама боксера говорит, когда сын уезжал, он был уверен в победе. Я вообще на первое место надеялась, ожидала. Я была уверена, когда он уезжал, что он выиграет. Переживала, когда он позвонил, расстроенный был, что у него второе место. Я говорю, ну ничего, в следующий раз будешь первым. Надо постараться немножко. Щукареву Кириллу 14 лет. Он привез серебро с чемпионата Европы по боксу среди школьников. Кровавым видом спорта занимается пятый год. До этого бегал на лыжах, плавал, тренировался в секции каратэ. Как мама, Светлана очень переживает за сына. Это зависит, мне кажется, от тренера, как он будет подготавливать его, объяснять, что нужно защищаться в первую очередь. Во всех видах спорта травма бывает. Без этого никак не получится. Сейчас не так, а первые бои, когда были, очень переживалась. Хотелось выйти на ринг самой. Было и такое, да. Но сейчас привыкла уже. Спорт не для слабых, а спорт ямальский требует от своих приверженцев двойных затрат. Сказывается и северный климат, и нехватка кислорода. Для самых незначительных достижений необходима жесткая дисциплина, ежедневные тренировки, диета. Спортсмену нужно поддерживать определенный вес, чтобы не вылететь из своей весовой категории. В сентябре месяце снова у нас получается очень много соревнований, турниров. И в декабре месяце у нас будет переходная Россия, где уже мы перейдем на возраст чуть более старше, 98-99, где нам будет, конечно, посложнее. Но, естественно, мы будем работать так же и стараться выигрывать. Сам Кирилл признается, что устал. Все лето ему приходилось держать оборону и побеждать на всех уровнях – региональном, Урфо, России и, наконец, Европы, где парень стал вторым после хозяина территории ирландца. Сам спортсмен на вопросы отвечает кратко и скупо. «Бывают серьезные травмы?» «Бывают, там нос разобьет, еще один, может и сломать». «Как ты относишься к боли, к ударам, вообще к ударам, ну, жизненным таким?» «Я стараюсь не пропускать». Не пропускать его учит правильный тренер, тот самый, о котором говорила мама. А бокс – это не только участие, победы и поражения. Это школа жизни. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Минувшая ночь у жителей страны могли наблюдать самый мощный в году метеорный дождь – традиционный августовский звездопад. Удивительное зрелище – в ночь с 12 на 13 августа могли увидеть жители многих городов – от Владивостока до Мурманска. Жителям Муравленко, к сожалению, в эту ночь не повезло. Густые облака над городом не позволили горожанам, глядя в небо, загадать десятки желаний. Оттого предлагаем вашему вниманию подборку кадров метеорного дождя со всех городов России и за границей. Августовский звездопад – это ежегодное явление, представляющее собой метеорный поток – Персеиды. Комета, вращаясь вокруг Солнца, оставляет за собой хвост пыли. Как объяснили астрономы, во время того, как Земля пересекает этот полевой след, частицы хвоста попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают в ней, оставляя следы, которые мы и называем звездопадом. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир 14 августа в Салихарде плюс 17, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. В Ноябрьске 16 градусов тепла, западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 14 августа плюс 16, ветер западный до 3 метров в секунду. АЗС «Газпромнефть»